В преддверии Дня Строителя хотелось бы всех поздравить с этим наступающим замечательным праздником. Строительная отрасль не только для республики, она в принципе в жизни любого государства, любого человека, безусловно, имеет важнейшее значение. Ведь все, что есть на земле, оно создано или природой, или строительной. Это в то же время накладывает очень серьезную ответственность на наш с вами труд, потому что от того, что мы сделаем, как мы сделаем, от этого зависит качество жизни любого человека. Открывает турнир по мини-футболу заместитель председателя правительства Ингушетии. Тимур Фатахов отмечает, насколько важна профессия строителя, но и отдыхать тоже надо уметь. Вот как сегодня. Игроки на турнире – это сотрудники Министерства строительства и подведомственных организаций. Пожелал победы участникам перед стартом и министр ведомства Микаил Балахоев. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, День строителя. Как Тимур Майлович сказал, это наш успех, это наша стройка, это наше все, в чем мы живем. Мы строители, это, скорее всего, труд. Поэтому я хочу поздравить вас в следующем турнире. Просто победить сильнейшее. После небольшой жеребьевки друг против друга на поле встречаются команды «Минстрой» и «Геопроект». Здесь не увидишь точных дальних передач крутых финтов, голов в девятку, излюбленных фанатами футбола. Играют новички, зато дух соперничества и желание обыграть противников чувствуется даже за оградой поля. На протяжении всей игры каждая из команд пытается навязать свою тактику другой. В итоге победа достается «Минстрою». Игра была хорошая, напряженная. Но, алхамдилла, выиграли на последних секундах, можно сказать. 2-2 было, потом серия пенальти была, получилось выиграть. Вы забили? Да, забили. Пока одни играют, другие подмечают сильные и слабые стороны соперников. Команда управления капитального строительства настроена только на победу. О предстоящем турнире они узнали, как говорится, на коротком уведомлении. На тренировки ушла неделя. Вообще у нас, да, настрой, ребята готовы только на игру, на позитив. Мы, в первую очередь, все победители, потому что мы, сегодня это наш общий праздник строителей. Поэтому мы готовы побороться за медали. Если не повезет, ну ничего страшного, значит не судьба. Вообще мы настроены только на победу. В турнире по мини-футболу участвуют пять команд, в каждой из которых не больше шести человек. Конечно, команды предусмотрели и игроков для замены. Выйти на поле готовится команда фирмы «Домострой». Турнир по мини-футболу организован Федерацией футбола совместно с Минстроем Республики. Приурочено мероприятие ко Дню строителя. Формат проведения турнира по олимпийской системе на вылет. Победители будут награждены кубками, грамотными медалями. И будут индивидуальные призы. Лучший игрок, лучший вратарь, лучший бомбардир. И все три места, первое, второе и третье места будут награждены денежными средствами. Зампред правительства региона Тимур Фатахов отметил, быть строителем непросто. Огромная ответственность, ведь важные соцобъекты строятся для народа. Только сегодня у нас с вами в моменте, в республике, в стройке находятся 28 школ, 20 детских садов, две больницы. Это не считая многих километров автодорог. Поэтому мы понимаем, да, от нашего с вами труда, от сроков, качества зависит то, как на следующий год, насколько лучше будут жить наши люди. Важно не только сделать это вовремя, важно сделать, безусловно, это качественно и максимально правильно. Потому что от этого зависит не только жизнь сегодня, но и завтра. Потому что, как вы заметили, большая часть объектов у нас с вами, это строится для наших детей. Инициатива проведения спортивных состязаний, а именно турнир по мини-футболу, принадлежит Министерству строительства республики. Здесь обещают, мероприятия станут доброй традицией среди сотрудников ведомства. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24. Продолжение следует...